Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня, наконец-то, мы с вами будем говорить о моих фаворитах прошедшего месяца, то есть февраля. Февраль, конечно, был маленьким, потому что там всего 28 дней и высокостный год 29, но сейчас было 28. Это было 28 достаточно насыщенных дней. Я должна сказать, что, наверное, моим антифаворитом была погода, потому что это абсолютнейший капец. Было безумно холодно, и продолжает сейчас быть холодно. Сейчас уже начало марта, и до сих пор сильная холода, очень много снега, тяжело проехать по улицам. И, честно говоря, в принципе, вот обычно после Нового года, лично для меня, можно уже зиму отменять. То есть вот только наступает 1 января, в моем личном ощущении, я уже готова к весне. Все время до, оно такое волшебное, ты находишься в ожидании. И как только пробивает 12.00 ночи и наступает 1 января, я уже готова морально к весне готова все теплые вещи спрятать и одеваться во что-то суперлегкое. И, честно говоря, особенно учитывая то, насколько затянулась зима, и я знаю, что он еще в ближайшие 9-2 будет такой же, мой антифаворит это конкретно погода в феврале, и в том числе продолжение сейчас марта. Но теперь давайте переходить к реально серьезным фаворитам. У меня было их очень много, и причем максимально таких вот, которые я прям ждала, когда же наступит, собственно, окончание месяца, чтобы с вами поделиться. Поэтому, если эта тема вам интересна, а, наверное, интересно, если вы до сих пор продолжаете смотреть мои вот эти рассуждения по поводу погоды, то давайте смотреть и начинать. И обычно я всегда стартую с темы бьюти. И скажу абсолютно честно, у меня не было фаворитов новых, которых я вам не рассказывала в теме бьюти в феврале. Я продолжала, потому что, ну, в принципе, достаточно логично, ты, даже если ты, там, блогер, даже если ты, там, стилист или так далее и тому подобное, я не так часто постоянно что-то новое пробую, чтобы мне безумно понравилось. Потому что это же не дело только в том, что ты тестируешь, а еще в том, что тебе реально пришлось по вкусу. И таких вещей просто не было новых. Вся моя косметика уходовая, вы о ней знаете. Я сейчас пользуюсь исключительно косметикой уходовой Беложик Решерш. Всем, там, в моей шампуне я обо всем этом уже рассказывала, о моем уходе за волосами, о том, чем я крашусь, не изменилось. Все мои бальзамы для губ и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, ничего нового в плане бьюти не поменялось. Я не хотела ничего придумывать такого специального для вас. Поэтому все остается прежним. Все мои советы, все мои рекомендации. Мой любимый обрезок для губ Диор Лип Максимайзер. Вот у меня он прямо сейчас здесь в сумке. Сейчас вам покажу. Не расстаюсь с ним. Я прям вот, он продолжает быть фаворитом. Я о нем уже упоминала. Пользуюсь им, на самом деле, вместо бальзама для губ на улице. Потому что тяжело с собой найти кучу каких-то продуктов для губ. И он замечательно работает. Он как будто есть какие-то такие частички мятные, которые стимулируют, видимо, циркуляцию. И из-за этого губы как будто бы наливаются кровью. Визуально чуть больше становится. А самое главное, они увлажнены. То есть он реально увлажняет губы. Кроме того, что он замечательно на губах смотрится. У меня сейчас на губах тоже. Но об этом фаворите что я вообще делаю? Я о нем уже рассказывала. Поэтому это как бы нечестно. Он продолжает быть. Все. Про бьюти я больше не рассказываю. Все остается тоже. А вот среди модных фаворитов у меня очень много каких-то моментов, которыми я бы хотела с вами поделиться. И постаралась их все сегодня надеть. И первая из них это кольца. И в данном случае я говорю конкретно про бренд под названием APM Monaco. Так вот, фаворитом моего месяца февраля был однозначно вот этот бренд ювелирных, точнее, бижутерий на самом деле, high-end или даже чуть выше прайсинга APM Monaco. Достаточно известный, достаточно популярный. Лично мне он безумно нравится стилизация вещей в коллекциях. И очень нравится качеством. Потому что очень сложно найти в данном ценовом сегменте, а кольца стоят приблизительно 80-90 евро в среднем, да, там вот в таком приблизительно оранже все находится. А сложно найти и качественное, и стильное, и то, что хорошо выглядит, то, что носится нормально, то, что вписывается по стилю, то, что потенциально ты можешь приобрести. И этот бренд, все я нашла исключительно на сайте. У них то, что мне понравилось, я заказала себе достаточно много. На самом деле, заказала несколько колец и заказала несколько подвесок. И все это я заказывала у них напрямую на сайте через сервис доставки picketap.com.ua, о котором я уже не раз рассказывала, абсолютно искренне их рекомендую. Я все, практически все, что я заказываю с сайта Netoporte, любых других иностранных сайтов, все я заказываю через них. Никаких проблем нет, более того, они мне безумно нравятся. Так вот, это кольцо, в частности, мой огромный фаворит, это такая змея, которая прекрасно смотрится как в одиночном варианте, точно так же в комбинации с вот таким кольцом. Это американский бренд, который не очень рекомендую один из джуэлс, потому что от них другое кольцо немного крякнулось. Но в целом вместе смотрятся они замечательно. В одиночном варианте это кольцо смотрится прекрасно. Это кольцо прекрасно сочетается с каким-то таким базовым набором вещей на мне. И очень хорошо смотрится с вечерними нарядами. Относительно недавно у меня как раз был такой выход на презентацию бренда Givenchy. И там у меня была как раз возможность комбинировать кольца. Сразу, кстати, несколько колец бренда APM Monaco. Это, кстати, тот бренд, который сейчас начал очень активно завоевывать блогерские рынки. У них даже была коллаборация с достаточно сейчас популярной, известной девочкой-блогером, по-моему, из Вены. И да, они очень классные. Искренне их рекомендую. И ссылку, кстати, на все, что я сегодня упоминаю, я обязательно оставлю внизу. Продолжим про модные фавориты. И вторым модным фаворитом для меня были однозначно джинсы, которые сейчас на мне. Я уже усвоила свою ошибку. Я не буду сейчас вставать. Я отдельно сделаю для вас видео с тем, как я покажу, как выглядят джинсы, которые на мне. Но вы их уже видели на мне. У меня в Инстаграме. У меня всего три пары. Это все Levi's. Но это все винтажный Levi's, которые перешивались под меня. Перешивались они конкретно в ателье. И ателье, который занимается пошивом джинс под твою фигуру. Она называется Levi's Reconstructed by Mark. У вас совершенно замечательный, уникальный, по крайней мере, на территории Украины услугов, который полностью под твою фигуру, под твою талию, бедра, ноги, объем, ног вверху, длину ног. Все-все-все шьют джинсы из старых винтажных, плотного, качественного такого джинса Levi's. Ты выбираешь сам цвет этого джинса, ты выбираешь посадку. Абсолютно все. У меня три пары. Это сейчас самые любимые мои джинсы. Я себе пошила такие темно-графитово-серо-черные. Вот эти синие, которые сейчас на мне. И светло-голубые. Такие классические. Я думаю, что на этом я не завершу. Потому что пока что это, в принципе, лучшие джинсы, которые когда-либо я на себя надевала. Потому что они пошиты четко по моим параметрам, под мою фигуру. И я уже, мне кажется, очень многих, на самом деле, подсадила на эти джинсы. Потому что я уже такой подарок сделала своей ассистентке Гале. И для нее сшили под ее фигуру джинсы, которые смотрятся прекрасно. И еще несколько моих знакомых, клиентов уже пошли туда и заказали такие джинсы. И тоже не разочарованы. Потому что это совершенно замечательная штука. Когда вещь сидит идеально под твою фигуру. Не под какую-то такую эфемерную. Да, какой-то там идеальный прямоугольник роста в метр восемьдесят. А четко под твои параметры. Поэтому безумно мне нравится. Ссылку на них тоже оставлю внизу. И абсолютно искренне скажу, что лично для меня, особенно когда джинсы настолько круто сидят. Это является огромнейшей мотивацией стилизовать их в необычном каком-то формате. И поэтому вот с ними у меня в последнее время было наибольшее количество экспериментов. Поэтому на самом деле хорошо сидящая вещь всегда стимулирует тебя что-то, куда-то двигаться и как-то ее стилизовать. Так что вот их однозначно рекомендую. 100% мой фаворит. Среди моды это вот все на данный момент. Давайте теперь будем переходить к таким более рендомным по всем движениям фаворитам. И следующий это тот, который я уже вам показывала однозначно в своих фаворитах предыдущих или месяцев назад. Это смартфон Huawei Mate 10 Pro. Я уже рассказывала о том, что я его тестирую. И на меня посыпалось огромное количество вопросов, потому что я рассказывала, как здесь, в фаворитах. Точно так же рассказывала уже несколько раз о себя в инстаграме, упоминала. И в первую очередь, конечно, сам этот телефон меня привлек камерами. Я вот не буду кривить душой. Самое первое, на что я обратила внимание, когда я вообще, в принципе, читала характеристики, это то, что там есть две камеры. Основные на 12-20 мегапикселей от бренда Leica. Это если вы знакомы с фототехникой, вообще с фотографией и так далее и тому подобное, вы знаете, что Leica это икона мира вообще фотографий. Поэтому Leica, которая сделала коллаборацию и сюда поместила свои камеры для меня, это уже был таким хорошим знаком, что здесь точно все должно быть в порядке с камерами. И более того, я должна сказать, что этот телефон, в принципе, меня впечатлил качеством того, как он работает. Есть очень много моментов. Более того, мне начали в директ поступать вопросы. Были вопросы в комментариях, я все их учла. Я сейчас просто быстренько на все отвечу, так как, собственно, достаточно логично, что я уже фаворитов упоминала, поэтому здесь же и озвучу ответы на вопросы. Были вопросы о том, значит, насколько долго держит батарея, если ты реально пользуешься там как блогер или как человек, который постоянно проверяет свои соцсети. Так вот, отвечаю. В принципе, я вот пробовала. Если ты пользуешься телефоном а-ля, типа, ответить на звонок и написать сообщение или что-то в этом роде, он реально держит двое суток, и я сейчас не оговариваюсь. Если вы пользуетесь им так, как пользуюсь я, а я, вы должны понимать, я сумасшедшая, я как бы конец спектра, я именно сумасшедшая женщина, которая постоянно в телефоне, потому что я здесь отвечаю на почту, я, например, сейчас была в пробке, и я прямо с телефона постоянно всем своим ученицам курса, вот проверяла их домашнее задание по курсу, у нас сейчас как раз курс с персональный стилист, и прямо здесь же и отвечала, поэтому здесь же я редактирую фотографии, здесь же отвечаю на сообщения, смотрю видео, и расход, конечно, огромный, и при этом всем этот телефон без подзарядки, без какого-то там, знаете, критического деления, держит целые сутки. То есть я с утра выезжаю с заряженным телефоном, я приезжаю домой, я еще вечером, вот я приехала, я не заряжаю его, и я могу лечь где-то в час с чем-то, и там будет около там 50-40% батареи, это при том, что я не стараюсь сбавить обороты в плане пользования телефоном, это первое, это безумно круто, я скажу искренне, конкурентов вот по количеству заряда я, в принципе, не встречала. Дальше, касаемо фотографии, ну, я не знаю, я уже столько рассказывала фотографии, меня спрашивали, насколько хорошо вот эта селфи-камера, да, работает, замечательно, здесь есть портретный режим, и причем, в принципе, в самом телефоне есть вот эта функция искусственного интеллекта, она работает таким образом, что она подбирает нужный режим фотографии под то, что ты фотографируешь, и здесь есть конкретно портретный режим, там такая четенькая детализация. Ты когда фотографируешь себя, я, как обычно, кстати, по дороге сюда делала, сейчас попробую вам найти эту фотографию, свою селфи, не уверена, что вам хорошо будет видно, вот сейчас прямо вот в трясущейся машине, не знаю, видно вам или нет, в трясущейся машине я сделала фотографию просто за секунду, не фокусируясь ничего, то есть специально не наводя там фокус. Я не знаю другой такой камеры, которая бы такое делала, другого такого смартфона, в котором было такое качество камеры, плюс вот как раз за счет вот этого искусственного интеллекта, качество фотографии получается замечательное, получается размытый фон, фотографируешь ли ты на селфи-камеру, либо на вот эти две основные камеры. Очень хорошая работа с цветом и при небольшом освещении, то есть представим, что вы фотографируете очень часто, например, особенно сейчас зимой, это вообще моя боль, очень рано, даже до сих пор, несмотря на то, что уже световой день увеличивается, очень рано темнеет, а это значит, что если ты в заведении и еще в такой серенький день пытаешься что-то сфотографировать, это 100%, ты во всех других телефонах получаешь такую жесткую зернистость, которую когда ты редактируешь фотографию, сори, что я так углубляюсь в блогерскую тематику, но когда ты редактируешь фотографию, все равно эта зернистость видна, она смотрится не очень аккуратно. Я не знаю, как этот телефон это делает, я просто не знаю, как этот телефон это делает, но с другой стороны тут как бы камеры еще какие, нет зернистости. Я захожу в заведение, захожу в дальний угол, сажусь туда, меня фотографируют. Я смотрю на оригинал фотографии, нет никакой зернистости. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, что я на все вопросы ответила. Не хочу просто слишком много эфирного времени занимать таким отдельным видео с ответами на вопросы. Но пишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этому телефону и по его качествам. Я постараюсь либо здесь в комментариях ответить, либо может быть еще в инстаграме, где угодно. Мне безумно нравится, я искренне его рекомендую. И в принципе я была поражена качеством и уровнем перформанса данного телефона. Ссылку на название на модель и ссылку на саму модель этого телефона я обязательно оставлю внизу. И давайте продолжать, потому что я слишком углубилась в техническую тематику. У меня еще было несколько фаворитов, которыми я хотела бы с вами поделиться. Следующая из них это книга под названием «Париж» от автора Эдварда Резерфорда. Я узнала, что у него есть еще и другие книги с названием известных городов. Так вот, книга эта, я ей уже делилась у себя в инстаграме в сторис. Эта книга в первую очередь повествует на фоне истории Парижа от фактически начала образования Парижа до практически нынешних времен. На фоне этого всего, на фоне очень большого количества исторических фактов, событий, ты реально узнаешь историю Парижа и историю мира в том числе. Узнаешь историю определенной семьи и всего вокруг нее, плюс хронология книги и такова, что сначала тебя бросают в совершенно дальние, давние времена. Потом то, что происходит практически сейчас или там 50 лет назад. Потом обратно. И ты понемногу по крупинкам, как пазл, собираешь вот это фамильное древо и что там происходило, какие интриги, какие расследования, бла-бла-бла, драмы. Безумно интересный сюжет. Это роман, он большой, классный. Я читала его на самом деле, специально его растягивала, читала достаточно долго, чтобы вот это удовольствие немного продлить. Потому что мне редко попадаются романы, которые не теряют актуальность своего сюжета и читать интересно реально до последней страницы. Я знаю, что у этого автора есть книга уже под названием Нью-Йорк, Лондон, поэтому скачала себе, точнее купила на сайте Элитрес. И, кстати, очень рекомендую. О, 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 точно. Так вот, скупила на сайте Элитрес все эти книги и буду читать. Возвращаясь к книге самой Париж, она, в принципе, по отзывам одна из самых лучших. И поэтому, в том числе, кроме моего мнения, могу сказать, что ее многие рекомендуют. Возвращаясь к Элитрес, раз я уже упомянула, вообще сайт Элитрес для меня стал таким большим открытием, потому что, в принципе, меня всегда отпугивало, честно говоря, своей главной страницей, когда ты заходишь. Рекомендованные книги всегда какая-то, Дарья Донцова, всегда какие-то вот такие, знаете, романы, книжечки, которые вот эти вот в метро детективные там читают. И меня пугал просто Элитрес, пока Костя меня не убедил зарегистрироваться там. И там покупать книжки, потому что там есть очень много тех, которые, например, на Амазоне их нет, потому что они на русском, естественно, да. То есть я часто читаю книги на английском, на русском, на совершенно различных языках, которые знаю. И вот у них есть огромная библиотека. И более того, я узнала, что когда на Элитрес, я совершенно случайно как раз была на сайте SmartySale, это сервис кэшбэка, и я узнала, что SmartySale дают скидку, точнее, кэшбэк на Элитрес. И я после того, как зашла на SmartySale, как обычно, через SmartySale по ссылке перешла на сайт Элитрес, там купила книги, мне реально пришел кэшбэк. Поэтому все, кому интересно, не только SmartySale, как сервис кэшбэка, не только с сайтами, там, одежды и чего-то такого работает, он работает в том числе и с сайтом Элитрес, еще и с Booking.com. Ссылку на них тоже оставлю внизу. Очень рекомендую, для меня это просто было открытие. Вот такое небольшое лирическое отступление. И возвращаясь к книгу Париж, безумно рекомендую, когда хочется немного расслабить мозг, и вообще отвлечься от мира и погрузиться в вот эту безумно неповторную крутую атмосферу Парижа, и его истории, и истории семьи, и всего вместе взятого. Следующее, на самом деле, это сериал под названием Altered Carbon. Это сериал, который размещен на Netflix, там уже полностью весь сезон. И там вроде бы в конце такой небольшой, просто, ну как, ладно, не буду спойлерить, все, не буду. Сериал очень крутой. Я вообще не люблю фантастику, не люблю фэнтези. И, в принципе, мне очень сложно дается вот этот жанр в плане любви к нему. Единственное, что я могу сказать, например, «Игры престолов» нравится. Но в остальном ни фэнтези, ни фантастика меня обычно не цепляет, ни в виде книги, ни в виде фильма. И на этот сериал обратил внимание Костя. Он так перелистывал и узнал, что скоро там будет запуск сериала. Как только он запустился, он практически заставил меня начать смотреть вместе первую серию. И я втянулась безумно. Это очень красивый, продуманный сериал. Видно, что очень много графики, графики качественные, очень классный, интересный, захватывающий сюжет. Все это происходит в будущем, какие-то в 2500-е годы, когда уже фактически человечество нашло способ победить смертность. И изобрело бессмертие. И там рассказывается, как ими-то образом происходит. И появляется парень. Ну, в общем, мне достаточно тяжело описывать сюжет, чтобы и это одновременно было интересно, и вы поняли, о чем это. И плюс ко всему остальному, не взялось слишком много спойлера, поэтому просто оставлю название сериала в описании под видео. А вы посмотрите и для себя решите, подходит он вам или нет. Но я лично скажу, что мне безумно понравился этот сериал. Он практически был открытием вот месяц февраля для меня 100%. Вот лучше всех других, которые я смотрела. И последнее, что я хочу сказать, это, как обычно, поделиться с вами цитатой этого месяца. То, что, ну, как бы подсуммировало, наверное, мои мысли бы, вздохновило меня, когда я наткнулась на эту цитату. Эта цитата дала и ламы, извлечительно, следующим образом. Когда вы проигрываете, вы не теряете накопленный опыт. Потому что мы, в принципе, склонны относиться супер негативно к неудачам. А неудачи, это естественно, я уже когда-то это обсуждала, это естественный путь развития человека и жизни. И если ты рождаешься, то ты фактически как подписываешь договор о том, что у тебя будут разочарования, неудачи и так далее и тому подобное. Потому что, в принципе, этот путь, путь, состоящий исключительно из положительных, исключительно из положительных сторон, мне кажется, совершенно странный. Вот реально я описываю, представляю себе ситуацию, в которой человек всю жизнь живет и все хорошо. Я даже не знаю, я даже не знаю, как он себя ощущает. То есть, вот, абсолютно нереальная ситуация. Поэтому нормально, когда есть какие-то неудачи, важно, что мы из них выносим, из этих потерь. Украли у нас что-то, нас обманули, не получилось, где-то проиграли, где-то не получили должность, на которую претендовали. Подавали на грант на обучение, не получили. Пытались встречаться с человеком, не получилось, разошлись, не знаю, все что угодно. Пытались поехать в поездку, опоздали на самолет. Ну вот, много таких моментов есть, и я уверенно, и, честно говоря, обдумывая эту фразу, и проанализировав то, что у меня в жизни было какие-то такие масштабные, да, такие неудачи, я поняла, что действительно это верно. Действительно, на самом деле, многие неудачи за собой в дальнейшем влекли, когда я привлекала какой-то мыслительный процесс и аналитику, влекли развитие и усиление характера. Вот так. Я надеюсь, эта фраза, цитата была для вас полезна. Я считаю, что это очень важно. Из негативных в особенности ситуации выносить определенный опыт. Это не значит, что нужно быть позитивным таким, постоянно себя улыбаться, радоваться, потому что есть моменты, когда нужно грустить, и нужно выпустить боль, разочарование и так далее. Но никто не отменяет того, что вы можете грустить, а после этого все-таки спокойно, хладнокровно посмотреть на ситуацию и определить для себя, чему вас этот опыт научил. На сегодня это все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было для вас полезным. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого, вашего замечательного дня.